Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 7 марта и давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели рост это движение в область 1.2472 и далее на 1.2617. Возврат к продажам, а значит и продолжение коррекционного нисходящего движения будет рассматриваться после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера во вторник на уровне 1.2327. По паре британский фунт и американский доллар также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это обновление максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.3928, но и далее движение в область 1.40. Преодоление минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.3815 вернет нас к коррекционному нисходящему движению по данному активу. Пара американский доллар-канадский доллар также сохраняет свою тенденцию восходящую в рамках часового таймфрейма. Ближайшие цели роста это обновление максимальных значений понедельника и вторника, то есть уход выше уровня 1.2994 и движение дали на 1.3109. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений вчерашнего дня. Это уровень 1.2861. По паре американский доллар-японская иена сегодня с утра мы видим торговлю ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.10584, что потенциально нас приводит в фазу снижения по данному активу, но более важным подтверждением будет являться уход ниже минимальных значений, которые мы видели 2.5 марта. На текущий момент цели по снижению это как раз уйти ниже отметки 1.10524, далее двигаться на уровень 1.10416. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений вторника, это уровень 1.10645. По паре австралийский доллар-американский доллар тенденция восходящая также сохраняется. Ближайшие цели роста это уйти выше максимальных значений вторника, то есть закрепиться выше отметки 1.7841, ну и далее двигаться на 1.7907 и 1.80 соответственно. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений вчерашнего дня, это уровень 1.7755. По паре евро-фунт тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста у нас находятся в области 89.53 и следующая цель движения в область 90.11. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений вторника, это уровень 1.8904. По золоту также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это уйти выше отметки 1.340 долларов за тройскую унису, ну и далее двигаться на отметку 1.365. Возврат к продажам, а значит и начало коррекционного нисходящего движения будет актуально после преодоления минимальных значений вчерашнего дня, это отметка 1.319. Нефть марки Brent сегодня с утра торгуется ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 65.37, что вызывает предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения. И данный сценарий будет актуален в том случае, если нефть сможет удержаться ниже отметки 66.22, максимальное значение вчерашнего торгового дня. Цели по снижению это область 63.40. По индексу DAX также сегодня с утра мы видим торговлю ниже минимальных значений вторника, ушли ниже отметки 12.107, что в рамках часового таймфрейма она сейчас переводит в фазу снижения. Цели по снижению это обновление минимальных значений 5 марта, то есть уход ниже области 11.730. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений вчерашней торговой сессии, это отметка 12.273. По биткоину коррекционное движение сохраняется. Вчера мы смогли закрепиться ниже минимальных значений 4 марта, ушли ниже отметки 11.017, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу коррекционного нисходящего движения. Цели по данному снижению это область 10.195 и снижение до отметки 9.300 также будет вероятно. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений, которые мы увидели вчера во вторник, это уровень 11.544. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на следующих видеообзорах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok